привет друзья подписчиков канала просто зрители знаете подходе весна и скоро начнется рыбка и будет ловиться весной 1 нас ловится щука и весной щука как правило с икрой и думаю надо обновить свою крохотку для разделки икры моя железная вот то и люди пишут проблему взять такую сетку проблема как вы делать икру все спрашивают частенько довольно таки в комментариях посмотрел сколько стоит проходка в интернете мне стало плохо от их цен это просто что-то заоблачное какие-то там нереальные цены на нее и думаю надо сделать значит видео брать как это делается проходка сетку допустим вы не можете найти но я вам пошел к ее можно сделать из практически подручных материалов здесь наш исходил купил две рейки 1 на 1 на саму проход 2 побольше она пойдет на рамку также купил так не посмотрел в интернете на ю тубе на эту без один ролик ну такой скажем не очень внятный и он там вяжут с не так я предпочитаю с лески купил обыкновенная русская леска 11 миллиметра самая толстая что нашел в магазине было бы 2 метра полтора можно было взять ее ну то что есть 11 тоже принципе пойдет почему леска не нитки ну на мой взгляд леска просто гигиеничный помыл и все на снова чистенькая там ничего не до нее не зацепляется ну просто физически не может чем на них кто добивается на решетку тоже на налипается кайбяка на ней ничего страшно кипятком обдал и работать нам почистил и ну я буду следствовать до резку проще наверно найти в любом баскан магазине зашли купили стоит не долго так что нужно будет дальше ножовка рулетка карандаш ну и гличку он в том же баскан магазине можно пули купить нам стоит тоже там никаких космических денег этот чисто для удобства берем речку и надо определиться с какого размера будете вы делать грохотку я думаю сделать 40 на 40 не сильно большой с рамкой она будет нормально оптимальный размер средний такой найти для домашнего использования непрофессионально там метр на метр сделаем 40 на 40 будет я думаю самый свинокос сейчас размечу не камеру мешает просто отмечаем размер и оставляем запас для того чтобы у нас стыкнулась рамка часто это все размечу распилю и покажу расскажу не так удобнее просто хорошо сейчас на секундочку пройдусь так народ рейки и отпилил это эти суммы не расскажу но это не эталон это просто моя произвольная как получилось так получилось так сами рейки тридцатка 30 на 20 речка ширина на рамку пойдет рейка 45 на 20 размеры и самой проходки я делаю внутренней будет 34 вот внутренний размер будет 34 сантиметра делайте его четным не 33 или 35 а именно 34 либо 32 чтобы у вас это было четно чтобы можно было разделить дальше пойдет рамка вот так вот так ну и с этой стороны тоже встанет сейчас я просверлю отверстие на самореза ее соберу рамочку и все покажу теперь берем угольничек угольник взяли и смотрите делаем разметку вот пойдет если у нас первое на так скажем вот так она будет собираться все это дело отступаем по одному сантиметру здесь и здесь и размечаем так удобнее будет сделано вот 6 вот сантиметр вот мы так далее по всей длине рея на всех четырех рейках сверху и снизу сейчас я размечу и покажу что получилось отступаем один сантиметр и пошли по одному сантиметру разметочку делать роник я делаем просто первую разметили в речку а потом просто вот рядышком положили угольничком раз выставили и чешка 0 и все просто и быстро вот там супер-пупер труда вас это много времени не займет вот одна как лекала и можно все четыре конечно новые по 2 делаю суть понятно да размечаем с двух сторон рейку все но вот рейки и разметил со всех сторон видите с торцов не по ширине а вот где два сантиметра ширина рейки все теперь берем вот такое ножовку по металлу с таким полотном если нормально по толщине и делаем пропилы на глубину миллиметр полтора буквально чуть-чуть чуть-чуть чтобы у нас это все могло зацепиться леска что с никуда не скользила я на балконе все пойдут опилить ну суть буду понять пропилю и покажу взяли чуть-чуть чуть-чуть прям вот 1 1 1 1 отпилили и достаточно и со всех сторон можно по 2 сразу брать чтобы было быстрее два раз никаких вопросов с этими у вас тоже не возник сейчас я сделаю почему так перед были на на миллиметр полтора потому что сейчас я сделаю пропилы и зашкуривать все это дело буду наждачка еще чтобы посимпатичный был и маленькая снимется и будет нормально друзья смотрите ранку я собрал маленько троя урея стачил чтобы они были посимпатичней так чисто для себя уже на вот эти пропилы нижние они здесь не нужны зря возился только сверху пропиливаем чтобы у нас леска суда вставала смотрите на встает свой пропил как раз по диаметру подходит все четко потом просто берем как сейчас будем вязать частью покажу так смотрите вяжем привязываем один конец лески в угол просто привязали обычным узлом какой вам понравится не важно я привязала сюда и перекинул фуда все теперь по диагонали и вот я все просто леска у нас если сверху то мы ее заводим прорезь вот в оригинале оттянули вот эту игличку проводим вот так и об выводим сюда на на эти под давайте еще раз покажу угол привязаны просто о диагонали прорезь если у нас не было было бы обсказала было бы не очень удобно просто можно прорези не делать проводим леска сверху игличка с леской вниз вот раз протянули подтянули но не сильно вот эту леску вот вот подтянули протянули выводим на вторую и уже в угол вставляем игличку вот у нас получилось видно да если мы это ходим с большой палки скажем тогда стороны сюда вот на перекрест то этому заводим просто уголок посуда и натягиваем все теперь смотрите опять по диагонали вот так вот и надо выводим видно во вторую прорезь пальцам помогли завели все просто вот теперь игличку ребят кому-то если непонятно вы пишите комментарии попробовал весь но я вроде старая засказали поэтому смотрите вот она сверху вот она раз и вниз на 5 минуту раз поправили вот у вас получается вот такая вот петелька скажем да сильно не надо тянуть потом будем их отдельно подтягивать получается вот такой вот узел и опять сверху вот она резко с иголкой сверху вас удараться и вот эта иголка в ответ уже идет у нас опять в уголок поправляем и опять по диагонали ведем ее вот на этот край на противоположность у нас это было в эту сторону теперь на соответственно получается в противоположную сторону опять сверху вводим прорезь игличку вот сюда вот подтянули теперь смотрите такой момент видите у нас леска сверху на и личке значит вот она видно теперь он гречку надо провести под нижней средней леской раз выводим опять сюда и соответственно уже внутри уголок чтобы никто не уголок продеваем и смотрите чтобы у вас не пугались просто пальчики у нас есть мы хорошо их видим все то что они не натянуты это ничего страшного потому что если мы натянем мы не сможем просунуть пусть они будут свободным и натягивать и будем когда набьем полностью всю рамку все видите вставили в пазике вот видно опять по диагонали отводим сюда опять вставляем в паз игличку проводим сюда это у нас леска можно на видите сверху значит соответственно игличку опять под следующий снизу и через одну вот раз смотрите здесь мы сверху на следующая снизу идет и одна опять вниз через одну ход пропустили перекинули сюда завели сюда думаю все просто тут еще и вопросов надо быть должен просто пропускаем их через одну все отводим опять по диагонали противоположную сторону вот сюда рукой прижали чтобы он было удобней пропустили игличку все у нас опять смотрите как работает челнок просто да все это опять у нас сверху значит следующая снизу пропускаем через одну опять через одну опять через одну посмотреть это у нас идет снизу опять через одну это внизу это опять сверху как ткань делают через 1 сюда 1 туда все поправили здесь с пазиками просто поудобней хоп оттянули сюда снутри чтобы у нас все шло в одну сторону натягивать будем потом все по диагонали вот видите пропускаем через одну сверху снизу тын 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 перепродели по диагонали отмени и так далее пока не набьем ее всю этому все понятно выпустили подвинули вот раз вот она у нас выходит сверху значит следующему берем снизу снизу сверху снизу поддели следующую сверху следующую снизу через одну раз выводим иглечку сюда все подвинули подтянули придержали здесь угол загнали все ну и так далее по которой не набьется она вся пока не натягиваем потому что будет сложновато все это мыло должно получиться что-то вот среднем типа вот такого это пока все не натянута это удобство сейчас набьем набью ее и покажу что будем делать дальше так друзья маленькое вступление смотрите уже сколько провязала для просто для удобства хочу вам показать как можно сделать это делать чтобы не перепутаться идите ужас уже много наброта желток скажем ну да смотрите у вас всегда игличка получается идет через с первой лески вот вот этой получается она у вас идет всегда снизу потому что вот леска перекинуто сверху это снизу и просто возьмите на палец набираете их первое через одну вторая вот получается но по счету третье нечетное на чтоб вам просто будет так удобнее чтобы не перепутаться вот смотрим и набираем где-то они могут стянуться когда будем их на тягать она все выровнится так что ничего страшного это вниз вот так раз когда в руки не хватит возьмите какую-нибудь речку на речку можно набирать старайтесь сильно не натягивать иначе вы пока под конец не сможете пропихнуть челнок между строками так скажем как прожили нами вот руку засунули между ними двух сторон и вставляем сюда просто игличку поправили подтянули думаю понятно все продолжаю так друзья марин так друзья смотрите если вы все делали правильно то у вас должно получиться нечто вот похоже ну видите ячейки не совсем ровные местами да и натяжка неравномерная здесь можно было натянуть натянута побольше здесь поменьше теперь надо это все дело натяжку выровнять и вот видно натяжка неравномерно вот видите вот здесь начинал пойду тянуть пока можно было а потом все уходит 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 и вообще провис как ее натянуть на самом деле все очень просто я взял маркет чтобы нам было поудобнее показать вам смотрите вот находим самое начало откуда вам начинали плести вот она видите первая леска теперь находим ее начала по диагонали на противоположной так сказать стороне вот она ведь и смотрите как он нашел виток мы пропускали ее по верху она пошла так потом под низ и выводим ее вот сюда вот так вот протянули раз вывели леску и вот она пошла дальше можно поставить нам было удобнее себе стрелочку смотрите что делать берем шило отвертку что нибудь чтоб можно было поддеть так скажем да смотрите вот так вот поддеваем и натягиваем прям вот прям натягиваем 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 сюда выводим теперь вот здесь уголок подтягиваем опа продеваем снизу вот сюда и вот это вот вытягиваем и тянем ее до конца самый такой муторный этап ребят но из него никак натянули подтянули опа хорошенько так рукой прижали и натягивается лежали и пошли подтягивать уже сюда так вот раз она когда вытянется потом дальше не полегче тянем тянем по ходовой поправляем ячейки и все же сколько вытянуть вот видите и пошла она у нас дальше вот сюда следующая опять таким же маневром вытягиваем сюда протягиваем ее до конца укручиваем сюда и пошли всю вытягиваем каждую сторону и попутно раздвигаем управляем ячейки последний видите у меня я не пропустил ее вот под нее место осталось когда все выровняю я уже пропущу ее последний ряд и завяжу в конце здесь узелок просто все сейчас я маленько протянул вытяну и покажу что у нас у вас получатся да я так мы поняли да берем подтягиваем и пошли вытягивать в обратном порядке так что не переключайте сейчас я маленько подготовлю и покажу как должно у вас получится друзья смотрите сетку и натянул но натянул так скажем нехило и рамку повело видеть сейчас для того чтобы выровнять мне нужно сделать будет вторую рамочку сюда вот из более толстого . ничего сложного нет сейчас рамку вырежу выберу за сверлюсь сюда саморезы насквозь и она выровнится и потом уже можно будет выровнять середину видите как последние два так сказать ряда это то что того что рамка реформировалась они стянулись сейчас я выровню разровняю сетку и покажу что получится готовый результат уж это дело хорошо чтобы икра не давилась именно подрезалась с этой пленки на которой она благодарна будет грохотать она все должно быть наканута так мама судила рамку и покажу уже как готовый результат ну вот и все в общем то друзья рамку я сделал сетку натянул натянута сильно конечно такая большая рамка ни к чему мне для красной икры сама то на тазик его положил и погнал грохотать следует сделаю за вторую рамочку себе под черную игру и под чуть-чуть маленько поменьше по размерам и поменьше с ячейками здесь у меня видите где-то наверно в районе сантиметра ячейка миллиметров семь восемь а под чуть-чуть черную я сделаю миллиметров пять ячеечку на мне там ушли трусу за нам грохотать надо будет так что будет нормально видно под красным сенокос на сантиметр а если под мелкую икру значит прорези будем делать миллиметров всем наверное будет нормально толщина лески и получится небольшие хорошие ячейки ну все друзья чем еще сказать по поводу таранки кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх кому неинтересно бесполезно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал поймаем обязательно рыбы и на этой находке икру от грохотаем осенью весной будут щуки будет очень интересно подписывайтесь на канал пишите свои комментарии кому что-то непонятно все народ всем до встречи и всем пока такая грохоточка у меня получилось